Приветствую зрителей канала Заметки Нумизмата. Продолжаем разговаривать о слабах. В прошлых выпусках мы уже говорили о преимуществе, значении и некоторых недостатках такого вида хранения монет, как слабы. И, конечно, я в первую очередь обратил внимание на то, что ключевым словом все же является слово грейдинг, присваиваемая категория качества монеты. Коробка слаб является лишь необходимым связующим звеном, который позволяет соединить присвоенный экспертом категорию качества и конкретную монету. Ну и, конечно же, позволяет красиво сохранять коллекцию, для чего можно использовать специальные коробки, планшеты, специальные боксы и даже большие мюнц-кабинеты. В наши дни уже нет необходимости обязательно отправлять монеты на грейдинг в Америку или в какую-то другую страну, хотя, конечно же, монеты, запечатанные в слабые, с присвоением грейдов известных, в первую очередь, американских фирм, конечно, будут иметь более высокую цену на международном рынке, могут легко продаваться на различных аукционах, и аукционисты, несомненно, будут указывать именно ту категорию качества, которая была указана на слабе экспертами ведущих фирм. Но, если у вас нет потребности обязательно отправлять монеты на продажу в Европы, и вы хотите делать слабирование именно для себя, для своей коллекции, тогда можно прибегнуть к услугам российских фирм, их сейчас несколько, но наиболее известный национально-индуизматический реестр. Услуги, предоставляемые этой фирмой, это не только закатывание в слабые, определение грейда, или отличие подделки-неподделки, но это, скажем, и возможность красивой упаковки для ваших монет. Ну, кроме традиционного, слабого, привычного для нас по американским компаниям, можно сейчас заказать цвет вставки, что очень удобно при необычном цвете самой монеты. Можно делать черную, полупрозрачную, серую в вкладке, можно делать индивидуальные этикетки, на которых будет указана абсолютно любая информация, нужная вам, которую, конечно, в пределах этикетки можно разместить, то есть наименование, точное определение номера, может быть, классификации по различным источникам, описание предмета, ну и, наконец, какие-то индивидуальные данные или индивидуальный рисунок, который нравится вам или относит монету к определенному периоду, историческому, скажем, времени Николая II. В конце концов, для монет большого размера существуют специальные большие по размерам слабые различные формы, что позволяет и их хранить, а также, возможно, слабые на несколько монет, если эти монеты составляют определенную серию, группу или должны каким-то образом храниться вместе. Может быть, это форма подарка в виде такой подарочной упаковки, являющейся одновременно и сертификатом монет. Ну и, наконец, очень популярная сейчас система мини-слабы, маленького размера, который можно хранить, опять же, с большой экономией пространства, специальных планшетах под мини-слабы или соответствующих коробках. И, конечно, это и удобно, и монета в них лучше смотрится, хотя, конечно, отличается от привычных нам стандартов упаковки. Так что, я думаю, каждый может найти для себя удобный именно для него вариант упаковки монет в слабый, если такой вариант хранения изначально коллекционером, владельцем монет выбран. Ну а то, что на самой коробке будет размещено, в первую очередь, данные о состоянии монеты, это, конечно, более всего скажется при необходимости последующей продажи или, возможно, при замене, потому что даже и сам коллекционер, чрезвычайно опытный, может иногда не увидеть значительную разницу между монетами, тем не менее, в разных качественных категориях. И только эксперт грейзинговой компании отличия эти почти наверняка. Вот, например, в данном случае вроде бы обычные советские пять копеек 1974 года выпуска, но определенные специалистам в категории Proof Like 65, высочайшая категория качественных монет, очевидно, выпущены специально для нужд коллекционеров. И, конечно же, при такой надписи цена этой монеты значительно подрастает в разы и даже десятки раз. Но лежала бы эта монета просто в коллекции, была бы просто красивой пятикопеечной монетой 1974 года и продать ее в соответствии с ее истинным состоянием было бы владельцу крайне сложно, если бы такая необходимость возникла. Итак, каждый может выбрать удобный его вариант упаковки, но о различных вариантах хранения, в том числе и различных вариантах слабов, мы еще поговорим в других наших выпусках. До следующей встречи, смотрите канал Заметкин Мизмата. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова